Неожиданно Весь город тянулся к небу, к солнцу. Устремленные ввысь очертания сделали его воздушнее и легче. Войдя в город, мы увидели перед собой множество башенных шпилей, серебряных куполов, горящих на солнце. А дома? Какие нарядные дома! То розовые, то сахарно-белые, то разноцветные, с разными узорами и базолотыми. Они делали город причудливо красивым. Как цветы в букете, ни один не был похож на другой. И в каждом таилась своя прелесть. КОНЕЦ 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 В глубине городских улиц мы увидели дивный сад. В нем росли чудеснейшие цветы, и каждый по красоте и запаху был неповторен. Словно праздничный хоровод, бурное, красочное многоцветье разлилось перед нами. Веселые ромашки, пышная сирень, нежные лилии, великолепные розы, алые гвоздики, лучистые астры, пышные шапки георкида. АПЛОДИСМЕНТЫ Оказавшись в центре сада, мы были буквально охвачены вихрем цветов и ароматов. Нам казалось, что цветы, спрыгнув со своих стебельков, танцуют, и нам захотелось танцевать вместе с ними. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вдруг слух уловил далекий мелодичный звон. Будто кто-то ритмично касался сразу нескольких струн арты. Не прекращаясь, чудный звон стал усиливаться и, наконец, заполнил собой все вокруг. Казалось, что звенит сам сад. Оглянувшись, мы увидели человечка, прозрачных точно хрусталей. И у каждого за спиной развивались крылья, которые издавали этот звон. Это были эльфы, жители города. Природа не поскупилась на краски и оттенки. Дала полную волю своей фантазии, покрывая крылья замысловатыми узорами. У одних эльфов крылья были с серебряными пятнами, у других блестящие. У третьих напоминали окраской экзотические раковины, играющие перлонико. Были крылья с четким рисунком и яркими пятнами. А были и сшитые будто источайшего тюля. Некоторые поражали своей непросткой красотой. Никогда не забыть красоты изящества форм и мягкой пластики их полета. Мы быстро подружились с эльфами, у которых именно сегодня будет проходить праздничный банк. На него уже приехали гости из разных стран и эпох. Все они в необычных костюмах. Первыми эльфы нам представили гостей из Древнего Египта. Страны фараонов и жрецов. Страны величественных сооружений. Пирамид. Природа Египта. Просторы неба и земли. Огненный диск солнца. Пальмовые рощи. Заросли папируса. И изумительные цветы лотоса. Дарили искусству мотивы и формы. Служили источником вдохновения. Две прекрасные египтянки посетили бал. Одна из них одета в платье пирамиду. А голова украшена венком цветов лотоса. На другой платье колонна. С красивой верхней частью капиталью. КОНЕЦ КОНЕЦ Древний Рим был гигантским городом, столицей мира. Все в нем выражало величие и утверждение мощи государства. Идеалом римлян были суровые воины и величественные женщины. Гостья из Древнего Рима одета в платье, напоминающее Колизей. Самый большой амфитеатр античного мира. Место, где проходили бои гладиаторов. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Третья гостья из треневековой Франции, Центра готической культуры. Ее платье напоминает деталями готический сады, Встрельчатые арки на юбке, ажурный воротник, Завершает костюм острогонечный шпиль. Все стремится вверх, вызывая ощущение изысканного изящества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Франция всегда считалась законодателем те моды. О французской изящной, элегантной одежде и облии мечтают модницы всего мира. Прекрасная, пленительная, великолепная. Именно такие слова слышишь, когда речь заходит о Франции. И действительно, эта страна на протяжении многих веков привлекает весь мир своей неповторимой историей и культурой. Следующие гости из Парижа. Конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Это время, когда меняется привычный ритм жизни. Появляется автомобиль, фотография, кино. В конце девятнадцатого века был создан новый стиль. Модерн. Все в нем подчинено природе гибким, мягким линиям растительных форм. Идеалом женской моды стало платье-цветок, в котором приехала одна из парижанок. Фигура напоминает слегка изогнутый стебель, увенчатый цветком. Это сходство подчеркивает шляпа, украшенная петлями. Подлинную гордость начавшегося двадцатого века представлял резкий взлет техники. Инженерные диковины впечатляли не меньше, чем египетские пирамиды. Такой была Эйфелева башня, символ и гордость Парижа. Кажется, сама Эйфелева башня приехала на бал. Ажурное, точно кружево-платье. Красивая, широкополая шляпа подчеркивает легкость и изящество костюма. Башня. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Последними приехали гости из Древней Руси. В древнем русском лесном краю все было деревянным, от ложки до избы. Мастера по дереву славились повсюду. Они в XVIII веке возвели настоящее чудо из дерева, церковь в кижах, построив ее без единого гвоздика. АПЛОДИСМЕНТЫ Ее 22 главы и сейчас поражают своей красотой. Костюм одной гости очень напоминает церковь кижах. Две другие гости из Древней Руси приехали в богато украшенных узорами народных костюмах, старопадах и душегреев, коротких закинках. Головы их украшены как порчниками. Головы их украшены в деревне. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Это дипломные работы выпускников студии, учащихся четвертых классов. Ребятки, покажите еще раз свои костюмы дипломные. Прекрасные костюмы. Великолепные костюмы гостей бала – это дипломные работы выпускников студии, учащихся четвертых классов, которые показали хорошее знание мировой художественной культуры, воплотили свои творческие идеи, показали свое мастерство, навыки в проектировании и бумагопластики. А завтра на выпускном экзамене при комиссии они будут защищать свои работы. Пожелаем им удачи! В постановке спектакля принимали участие педагоги Детской школы искусств. Кузнецова Инесса Олеговна, Виноградова Елена Леонидовна, Тореограф Хишнякова Светлана Павловна, Музыкальное оформление Шейков Сергей Юрьевич, Ведущая Щербина Маргарита Ивановна. До свидания! До новых встреч!